Алексей Ларионов Вязовка, ныне Изненский район Ульяновской области Российской Федерации. В 1939 окончил 8 классов школы. В этом же году его семья переезжает на Дальний Восток в порт Находка. Здесь Алексей работает токарем на хлебокомбинате, а в свободное время занимается в музыкальном кружке и играет в духовом оркестре. В начале 1941 года судьба свела его с прибывшим на новое место службы командиром. Тот убеждает парня, что военная профессия – одна из главных, и Алексей действительно начинает тянуть к военному делу. 22 июня 1941 года парень узнает о начале войны. Уже в июле после того, как Алексея призвали в армию, его посылают на службу в 309-й отдельный бронетанковый разведывательный батальон. Он принимает участие в обороне Тулы. Во время боевых столкновений он получает тяжелое ранение. После лечения его направляют на курсы обучения младших лейтенантов. После трех месяцев подготовки младший лейтенант Ларионов становится командиром взвода в стрелковом полку на Западном фронте. Вскоре он становится командиром роты. И опять ранение. Но он вновь возвращается на фронт. Руководство видит его в качестве командира отдельной истребительной противотанковой роты. И Алексей соглашается. Под его командованием 120 человек. Бойцы его роты отличаются при освобождении Смоленской области. И уже в 43-м Ларионов получает свою первую награду. Медаль за отвагу. И вновь ранение. Пуля попала в голову, но, к счастью, не повредила мозг. Для реабилитации Алексею пришлось находиться в госпитале долгих полгода. В июне 1944-го Алексей Ларионов – командир 12-го гвардейского стрелкового полка на 3-м Белорусском фронте. Начинается операция «Багратион», цель которой – освобождение Белоруссии и Прибалтики. Рота Ларионова первой выходит к реке Неман и форсирует ее. Отражая вражеские контратаки, на левом берегу удается захватить небольшой плацдарм. Немцы предпринимают попытку сбросить наших солдат в реку. Тогда командир поднимает своих бойцов в рукопашную. Ларионов понимал, что как только гитлеровцы откатятся назад, начнется минометный обстрел, и от его роты на голом пятачке ничего не останется. Поэтому он с отчаянным упорством вновь и вновь бросает солдат в рукопашную. Бой продолжается несколько часов, но попытки немцев были тщетными. На помощь пришли основные силы полка. В том бою из роты Ларионова уцелело лишь несколько человек. Сам Алексей получил четвертое за время войны ранения. Через два дня его представили к награде Героя Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова